Здравствуйте, уважаемые участники Олимпиады! Я профессионал по направлению юриспруденция. Меня зовут Суязов Вячеслав Валерьевич, я являюсь членом методической комиссии по подготовке Олимпиады. И сегодня мы с вами разберем некоторые задания заключительного этапа, которые вызвали различные точки зрения среди участников и получили различные баллы. Соответственно, мы разберем те варианты решения, которые предлагались составителями заданий. Также хотелось бы напомнить некоторые условия оценивания и критерии. Всего было предоставлено 90 минут, максимальное количество баллов, которые можно было получить с задания, это 100. И критерии, которые сейчас вы видите на презентации, на слайде, Они были доступны заранее в спецификации и в целом соответствуют нашей уже долгой практике при подходе к оцениванию. Вы это можете видеть на экране. Начнем мы с первого задания, которое было в блоке «Конституционное право» для участников бакалавриата. С вашего позволения я не буду зачитывать условия задания, Зачитаю лишь вопросы и далее дам некоторые пояснения по ответам. Если у вас появятся комментарии, вопросы, то предлагаю их рассмотреть после того, как я завершу свою часть. Итак, первая задача – блок «Конституционное право». Условия вы видите на экране. И давайте перейдем к первому вопросу. В чем состоят конституционно-правовые особенности административной ответственности? Предлагалось дать следующее решение, которое соответствует высоким критериям оценивания. Конституционная Российская Федерация закрепляет такие юридически значимые для законодательного регулирования административной ответственности конструкции, как первое – соразмерность ограничения прав и свобод граждан, соответственно, конституционно значимым интересам и целям. Второе – наличие вины как элемента субъективной стороны состава правонарушения. Третье – презумпция невиновности. Четвертое – определенность правовой нормы, устанавливающей ответственность. Пятое – недопустимость повторного привлечения лица к ответственности за одно и то же правонарушение. Шестое – недопустимость придания обратной силы закону, устанавливающему либо смягчающему ответственность, устраняющему либо смягчающему ответственность. Далее – всеобщность и гарантированность судебной защиты. И девятое – недопустимость использования доказательств, полученных с нарушением федерального закона. Административная ответственность, как вид государственно-властной санкции, берет свое начало из общих положений Конституции РФ о признании человека, его прав и свобод высшей ценностью, принципа равенства и о уважении человеческого достоинства и недопустимости его умоления. Положение статьи 49 Конституции РФ о принципах виновной ответственности, презумпции невиновности и бремени доказывания, которое возлагается на органы государства, выражают общие принципы права при применении в сфере публичной ответственности как в уголовном, так и в административном праве, что общепризнано в отечественной правовой доктрине. Ответственность за административное правонарушение носит публичный административно-правой характер. Отличие уголовной ответственности от административной состоит в большей общественной опасности первой. Между тем, в отличие от уголовного судопроизводства, где решение по существу любого уголовного дела выносится судом, не осуществляющим уголовное обвинение, административное преследование и применение административных наказаний, функция преимущественно одних и тех же административно-юрисдикционных органов, должностных лиц. Учитывая специфику дел об административных правонарушениях и необходимость оперативного воздействия на правонарушителей, следует допустить особое проявление таковых в производстве по уголовным делам. Соответственно, здесь от вас требовалось дать некое теоретическое пояснение. Второе. Достигаются ли кондиционно-правовые цели привлечения указанных субъектов к административной ответственности? Можно отметить, что достигаются не в полном объеме, поскольку публичная ответственность, как вид государственного принуждения карательного характера, имеет две цели – наказать за уже совершенное правонарушение, а также предвосхитить будущее. Однако, в связи с прекращением специального статуса частного субъекта, мы не можем говорить о превенции в отношении его. Возможно, в данном случае следует учитывать только общую превенцию. Общая превенция – профилактика преступлений под воздействием правового запрета, и она состоит в достижении и обеспечении стимуляции нормативно закрепленного воздействия. Реализуя наказание, государство воздействует на сознание правонарушителей. Это воздействие заключается в устрашении, доказательстве неизбежности наказания и тем самым в предупреждении новых правонарушений. Предупредительное воздействие оказывается не только на самого правонарушителя, но и на окружающих. 3. Необходимо ли освобождать от ответственности таких субъектов, если дело об административном правонарушении рассматривается после прекращения статуса? Можно отметить, что в целом применение норм административной ответственности направлено на предотвращение повторных правонарушений. При этом в КАП РФ не предусмотрены такие основания для освобождения от ответственности. В соответствии с пунктом 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 2021 года номер 45, привлечь к административной ответственности бывшего индивидуального предпринимателя, директора или должностное лицо можно при соблюдении следующих условий. 1. Их вина установлена. 2. Нарушение, допущенное имей в период работы. 3. Срок давности привлечения к административной ответственности не истек. Иной подход привел бы к избежанию меры ответственности при совершении должностным лицом правонарушений, например, в случае смены работы, что противоречит целым целям административного наказания. Особенно это важно учитывать в случае повторного нарушения. 4. Меняется ли юридически значимое обстоятельство, если правонарушение совершено за несколько дней, в скобках недель, до прекращения такого статуса, если у них будет состояние административной наказанности? В данном вопросе ответ может иметь разнонаправленный характер, и в данном случае оценивалась в первую очередь аргументация. 1. В случае, если правонарушение будет совершено за несколько дней до прекращения статуса суду, для того, чтобы решение соответствовало конституционным требованиям соразмерности и справедливости, что указано в постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 14 февраля 2013 года, номер 4-п, суд должен рассмотреть вопрос о том, представлял ли поведение лица существенную угрозу охраняемым общественным отношением. В случае, если лицо допустило нарушение за непродолжительный срок до окончания статуса, и при этом по совокупности обстоятельств конкретного дела нельзя сделать вывод о существенной угрозе охраняемым общественным отношением, то представляется, что привлечение лица к административной ответственности в таком случае не будет соответствовать конституционно-правым целям. В случае состояния административной наказанности следует иметь в виду, что повторное, многократное совершение лицом однородных аналогичных административных правонарушений объективно свидетельствует о недостаточности имеющихся административно-правовых средств для результативного противодействия таким деяниям. Однако прекращение статуса может быть принято во внимание при установлении санкции. Это первый вариант решения. Второе направление по этому вопросу заключается в том, что мы не можем законодательными инструментами освободить лицо от ответственности за совершение деяния просто на том основании, что до конца срока административного надзора осталось два дня или чуть больше. Соответственно, должно быть привлечение к ответственности в любом случае. В данном случае решение не изменится, поскольку в рамках административной наказанности и возникает правонарушение, установленное правилами административного надзора. В данном случае срок по факту не должен иметь какого-то значения. В данном случае при решении задач, как данной, так и всех остальных, учитывалась аргументация, степень владения дектринальными источниками, применение и ссылка на различную судебную практику Конституционного суда, Верховного суда по конкретным делам, а также изложение различных позиций с соответствующей аргументацией. Все это в совокупности позволяет оценить знания участника Олимпиады по тому или иному вопросу. Это то, что касается первой задачи в блоке Конституционное право. Далее мы перейдем ко второй задаче, которая была представлена для направления магистратура и специалитет. Также, с вашего позволения, я не буду зачитывать конкретные условия. Мы сосредоточимся только на вопросах, которые были поставлены. Начать стоит с того, что условия казуса основаны на материалах актуальной практики применения судами правовых норм, относящихся к фундаментальным институтам Конституционного права. Если мы говорим про порядок изложения, то он мог быть разным, однако в любом случае должны быть представлены ответы на все вопросы. При этом порядок их мог быть различным. Сопутствующий, оказывается, вопрос требует в частности оценки конституционности части 2 статьи 22 Федерального закона о гражданстве РФ в той мере, в которой это относится к задаче. Статья 22 указанного Федерального закона допускает в качестве общего правила возможность отмены решения о приобретении гражданства РФ в случае, если будет установлено, что такое решение принято на основании представленных заявителем подложенных документов или заведомо ложных сведений. Частный случай охватывает ситуацию, когда при обращении с заявлением о приеме в российское гражданство заявитель не имел намерения нести обязанности, которые установлены законодательством РФ для российских граждан, а целью приобретения гражданства являлось исключительно осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя России. В этом случае решение о приобретении гражданства РФ также отменяется, ввиду сообщения заявителям заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ. Опять же, в качестве общего правила, часть 2 статьи 22 Федерального закона о гражданстве объявляет неотъемлемым элементом порядка отмены соответствующего решения установление факта использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений судом. Иными словами, только суд может констатировать, что подложенные документы были использованы, а заведомо ложные сведения сообщены претендентом на приобретение российского гражданства. В изъятии из указанного порядка та же часть 2 статьи 22 предусматривает, что при этом установленный вступившим в законную силу приговором суда факт совершения лицом хотя бы одного из преступлений, которые предусмотрены в данной статье, если их совершение сопряжено с осуществлением террористической деятельности, приравнивается к установлению судом факта сообщения заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательства Российской Федерации. То есть, если лицо осуждено по любой из представленных в данной норме статей Уголовного кодекса, специальная судебная процедура установления факта сообщения заведомо ложных сведений уже не нужна. Считается, что о сообщении подобных сведений свидетельствует сам факт осуждения. Примечательно, что норма в своем буквальном изложении не придает значения тому обстоятельству, сколько лет прошло с момента предоставления российского гражданства до момента осуждения, вступления приговора в силу или отмены решения о приобретении гражданства Российской Федерации. Фундаментальный принцип российского гражданства, нашедший отражение в самой Конституции Российской Федерации в части 3 ст. 6, постулирует недопустимость лишения гражданина Российской Федерации его гражданства. Соответственно, необходимо было оценить, нарушает ли анализируемое положение Федерального закона о гражданстве указанный запрет. Идет ли в нем речь именно о лишении гражданства или же им предусмотрен совершенно иной институт. Здесь стоит отметить, что, безусловно, большая часть участников Олимпиады правильно ответили на представленный вопрос. Фактически, здесь речь идет о возможности установления в надлежащей процедуре того обстоятельства, что законные основания для приобретения российского гражданства и возникновения упомянутой вышеустойчивой правовой связи отсутствовали. Если решение о приобретении гражданства принималось на основании представленных заявителем подложенных документов или заведомо ложных сведений, в его основаниях лежит неустранимый порог, ввиду чего допустимо считать, что особое конституционно-правовое отношение, то есть состояние гражданства, не возникло и не связало стороны с взаимными правами и обязанностями. Вместе с тем, решение по столь значимому вопросу не может быть формальным. В этой связи Конституционный суд неоднократно указывал, что установление судом факта представления подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений в заявлении о приеме гражданства не является безусловным основанием для отмены решения о приеме в российское гражданство. Как отметил суд, из содержания частей 1 и 2 статьи 22 Федерального закона о гражданстве вытекает, что они распространяются только на случай, когда отсутствовали законные основания для приобретения российского гражданства и возникновения устойчивой правовой связи лица с Российской Федерацией. Эта правовая позиция была выражена Конституционным судом в определениях от 25 октября 2016 года номер 2.2.11.0, от 15 января 2019 года номер 2.0, от 12 февраля 2019 года номер 267.0 и в других актах. Практика может быть приведена различная. Отмена решения о принятии в гражданство ввиду сообщения заявителям заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию и законодательства Российской Федерации имеет отмеченные выше особенности, но ее суть от этого не меняется. При этом такая отмена не является оголовным наказанием, какой-либо мерой уголовной ответственности, а по своей правовой природе представляет конституционно-восстановительную меру. Потому конституционный запрет на придание обратной силы закону, устанавливающему или отягчающему ответственность на такую отмену, не распространяется. Первое и пока единственное решение Конституционного суда именно по рассматриваемому вопросу это определение от 11 февраля 2021 года номер 183.0 об отказе в принятии к рассмотрению запроса Верховного суда Республика Карелия о проверке конституционности части 2 статьи 22 Федерального закона о гражданстве. В нем, однако, Конституционный суд использовал ранее сформулированные позиции и отметил, что применение проверяемого законоположения должны отвечать правым позициям Конституционного суда, которые были сформулированы в ряде его прошлых решений. В данном случае, если мы говорим про иные возможности как-то дополнить свой ответ, то, безусловно, доктринальные рассуждения, законодательства и иные правовые позиции Конституционного суда должны были быть использованы участникам Олимпиады для выполнения задания. Далее, то, что касается задания «Оцените соответствие части 2 статьи 22 Федерального закона и аргументируйте вашу оценку с использованием ответов на следующие вопросы». Здесь мы должны оценить следующий факт и ответить на такие вопросы. Ответ предполагает констатацию того обстоятельства, что речь о лишении гражданства в проверяемых законоположениях не идет. При этом, с учетом приведенных позиций Конституционного суда РФ, во всяком случае, сообщение заведомо ложных сведений, включая сведения в отношении обязательства соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ, не является безусловным основанием для отмены решения о приеме в гражданство. Соответственно, уполномоченные органы, принимая такое решение, могут учесть и срок, прошедший с момента принятия лица в гражданство, а также иные доказательства. Что касается оценки пункта 1, части 1, статьи 22, проекта Федерального закона номер 492698 о гражданстве РФ, относящего совершение преступления, приготовление к преступлению и покушение на преступление к основаниям прекращения гражданства РФ. Здесь эта позиция, безусловно, неоднозначна, поскольку нынешний институт, именно отмена решения о приеме приобретения гражданства, по самой сути обеспечивает констатацию того, что для возникновения гражданства не было законных оснований, отчего оно вроде бы и не возникло, что и подтверждается принимаемым решением об отмене предшествующего решения. Проект же предусматривает именно прекращение гражданства, то есть гражданство возникло, а потом прекращается по основаниям, которые указаны в законе. Это совершенно иной подход, и больше он, безусловно, походит на лишение гражданства. В любом случае от участников Олимпиады требовалось привести юридическую аргументацию своих выводов и представить свою позицию. Именно эти выводы и аргументы и оценивались. То, что касается последнего вопроса в указанной задаче, оцените доводы Сачкова, какое решение должен принять суд, аргументируйте ответ. Если обратиться к фактическим обстоятельствам дела, изложенным в условиях задачи, то довод Сачкова о том, что факт сообщения им заведомо ложных сведений при обращении с заявлением о приеме в гражданство не был установлен в судебном порядке, не выдерживает критики. Один из составов, по которым осужден заявитель, частью первой статьи 282.2 Уголовного кодекса, входит в установленный частью 2 статьи 22 Федерального закона о гражданстве РФ, соответствующий перечень. Соответственно, приговор в силу прямого указания закона приравнивается к установлению судом факта сообщения заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию РФ. Вместе с тем суд, как представляется, не лишен возможности оценить, учтены ли при принятии уполномоченным органам решение об отмене решения о приеме в гражданство, соответственно, учтены ли все обстоятельства по делу заявителя. Здесь может быть и срок, прошедший с момента повторного приобретения российского гражданства до осуждения, и наличие семьи, детей с российским гражданством, сложность в поддержании семейных связей, которая обусловлена невозможностью получения документов, легализующих пребывание в России. Здесь возможны были ссылки на акты Конституционного суда и СПЧ, где затрагивались ценности семейной жизни. Также можно было обратить внимание и на то обстоятельство, что Сачков ранее приобретал российское гражданство, а потом от него отказался. В целом, выводы по последнему вопросу могут быть разные, и чем богаче была представленная аргументация, тем выше это оценивалось. Соответственно, так же, как и в предыдущей задаче, дополнительную положительную оценку можно было набрать за счет использования доктринальных источников, иной судебной практики, приведения каких-то альтернативных позиций с их обоснованием и, безусловно, с обоснованием и аргументацией своей личной позиции. Это то, что касается блока по Конституционному праву. Также напоминаю, что в спецификации, которая была указана на сайте, были представлены доктринальные источники, которые рекомендовалось использовать при подготовке. Это, безусловно, не полный перечень, можно было пользоваться любыми источниками, которые вы посчитали нужным использовать, но в данном случае, безусловно, использование представленных источников было оценено выше для итоговой оценки по конкретной работе. И мы переходим к следующему блоку, блоку гражданского права. И здесь, если мы говорим непосредственно про задачу, которая представлена на презентации, то здесь также я не буду зачитывать полностью условия, мы разберем только отдельные вопросы по порядку. Итак, отвечая на первый вопрос, наследует ли Петрова Анна после смерти Петрова А.В.? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определить, можно ли Петрова Антона считать недостойным наследником в соответствии с пунктом 3 статьи 1146 Гражданского кодекса. С одной стороны, есть сведения о том, что он причинил вред наследодателю, нанес ему удар ножом. С другой стороны, в силу пункта 1 статьи 1117 Гражданского кодекса необходимо соответствующее подтверждение со стороны суда. Поскольку уголовное дело было прекращено и приговор в отношении Петрова судом не вынесен, мы не можем рассматривать его как недостойного наследника. И здесь можно было использовать разъяснение Верховного суда по данному вопросу. Это пункт 19, постановление от 29 мая 2012 года, номер 9. Аналогично складывается практика и нежестоящих судов. Если уголовное дело не доведено до вынесения приговора, вне зависимости от основания прекращения уголовного дела, включая смерть подозреваемого, наследование по праву представления допускается. Таким образом, Петрова Анна призывается к наследованию наравне с другими наследниками первой очереди. То, что касается второго вопроса, вправили Семенова Мария требовать передачи ей по наследству квартиры. Здесь стоит отметить следующее. Положение главы 62 Гражданского кодекса не содержит прямого указания на допустимость или недопустимость включения в завещание каких-либо отлагательных условий. В силу статьи 157 Гражданского кодекса завещание, как и любая другая сделка, может содержать отлагательные или отменительные условия. Однако, учитывая, что наследство с момента смерти наследодателя считается принадлежащим наследникам, не должно возникать ситуации правовой неопределенности. Поэтому наступление или ненаступление условия оценивается на момент открытия наследства. Поскольку на момент смерти наследодателя Семенова не имеет диплома об окончании вуза, то условие не наступило. Это, однако, не лишает Семенову права наследования по закону в составе других наследников в первой очереди. Что касается третьего вопроса, кому и в отношении какого имущества нотариус должен выдать свидетельство о праве на наследство. При ответе на данный вопрос необходимо установить, приняла ли наследство супруга погибшего Петрова Ю.А., которая просто осталась проживать в квартире. Соответственно, квартира входит в состав наследства. Но при этом она не обращалась к нотариусу, восстановленный законом срок. В соответствии с пунктом 2 ст. 11.53 Гражданского кодекса возможно фактическое принятие наследства посредством совершения конклюдентных действий. Несмотря на то, что поведение Петровой никак особо не изменилось после открытия наследства, суды в большинстве случаев признают подобных так называемых молчаливых наследников, уже вступившими в наследство. При этом за получением свидетельства о праве на наследство Петрова Ю.А. может обратиться в любое время. Таким образом, нотариус должен выдать свидетельство о праве на наследство по закону в размере 1 третьей доли от наследственного имущества Петровой Анни и Семеновой Марии. А еще треть доли остается зарезервированной за супругой погибшего. Все трое относятся к первой очереди и наследуют в равнодалях. Соответственно, можно было также получить бонус, если участник приводит примеры отлагательных условий, которые неприемлемы в завещании. В частности, в судебной практике стран общего права встречается большое количество примеров, когда суд приходил к выводу о ничтожности условия завещания, ограничивающая личные свободы наследника, например, в части выбора религии, семейного статуса и прочее. Также дискриминирующего наследника по расовому признаку и прочее. Соответственно, в этом заключалась суть решения представленной задачи. Это то, что касается категории бакалаврят по гражданскому и семейному праву. И мы переходим к следующей задаче, которая была представлена в блоке магистратура специалитет. Здесь, безусловно, нужно было ответить на вопросы более подробно, так как задача в целом сложнее. Ну, а также мы перейдем к конкретным вопросам. Вопрос первый. Раскройте специфику исчисления сроков исковой давности по заявленному истицией требованию о признании недействительным брачного договора. Здесь для начала нужно обратиться к статье 195 ГК РФ, в соответствии с которой исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Это базовое положение. Согласно статье 200 ГК, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. В соответствии со статьей 166 ГК сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом, это оспоримая сделка, либо независимого такого признания, это ничтожная сделка. Согласно статье 181 ГК, срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет 1 год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной. В соответствии со статьей 44 ГК РФ, брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для недействительности сделок. Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. Это пункт 2 ст. 44. По своей правоприроде, брачный договор является разновидностью двусторонней сделки, имеющей свою специфику, обусловленную основными началами семейного законодательства. Поскольку для требования супруга по пункту 2 ст. 44 СК о признании брачного договора недействительным этим кодексом, срок исковой давности не установлен. Соответственно, к такому требованию супруга, исходя из положения ст. 4 СК в целях стабильности и правовой определенности, применяется срок исковой давности, который предусмотрен ст. 181 ГК РФ, соответственно, по требованиям о признании сделки недействительной. Таким образом, брачный договор для цели его оспаривания по основаниям, установленным ст. 179 ГК и пунктом 2 ст. 44 СК является оспаримой сделкой. Срок исковой давности по требованиям о признании ее недействительной составляет 1 год. Однако начало течения данного срока применительно к каждому из заявленных требований определяется по-разному. По требованию об оспаривании брачного договора, как заключенного под влиянием угрозы, течение срока исковой давности начинается со дня прекращения угрозы, под влиянием которой совершена сделка. По требованию об оспаривании брачного договора, как ставящего одного из супругов в крайне неблагоприятное материальное положение, начало течения срока исковой давности связано с моментом, когда оспаривающий сделку супруг узнал или должен был узнать о том, что в результате заключения и исполнения брачного договора он оказался поставлен в крайне неблагоприятное положение. Определение данного момента в каждом случае должно осуществляться, исходя из фактических обстоятельств дела. Далее. Согласно статье 181 Гражданского кодекса, течение срока исковой давности по требованию о признании недействительной сделки, совершенной под влиянием насилия и угрозы, начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка. Необходимо отметить, что по смыслу статьи 179 Гражданского кодекса, угроза может заключаться в возможности совершения правомерных действий, влекущих в наступление нежелаемых потерпевшей стороной последствий, вследствие чего воля лица при совершении оспариваемой сделки оказывается в значительной степени деформирована угрозой, а сделка совершается в целях предотвращения таких последствий. При совершении сделки под влиянием угрозы формирование воли лица на совершение сделки происходит не свободно, а вынужденно, под влиянием угрозы. Вопрос о начале течения срока исковой давности по требованиям об оспаримости сделки разрешается судом, исходя из конкретных обстоятельств дела, например, обстоятельств прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых совершена сделка. Здесь можно было сослаться на обзор судебной практики Верховного суда номер 1 за 2020 год. Оценивая момент прекращения угрозы, под влиянием которой совершена сделка, можно прийти к выводу, что при отсутствии оснований полагать, что угрозы, под влиянием которых вынужденно формирается воля стороны сделки, носят длящийся характер, срока исковой давности по требованию об оспаривании сделки, как заключенной под влиянием угроз, начинает свое течение с момента совершения оспариваемой сделки. Здесь можно обратиться, в частности, к определению 3-го Конституционного суда общей юрисдикции от 7 июня 2021 года. При этом в судебной практике можно встретить и позицию, согласно которой закон не содержит понятия длящейся угрозы или угрозы, вследствие которой совершена сделка, но действующая после ее заключения. Например, в апелляционном определении Московского городского суда от 22 ноября 2017 года по делу 33 474 32 дробь 2017. Поскольку Лисина заявила о совершении сделки, о заключении брачного договора, под влиянием угрозы в 2016 году, соответственно, сама по себе предполагаемая угроза, направленная на несамостоятельное формирование воли истиции, имела однократный характер и прекратилась после достижения предполагаемой цели, то есть заключения брачного договора. При этом имевшая место спустя 2 года после заключения брачного договора переписка, существование которой признано обеими сторонами, задержание которой заключается в просьбе Лисиной изменить условия брачного договора на более выгодные для нее, не свидетельствует о длящемся характере угрозы, поскольку не позволяет прийти к выводу о непрерывном сохранении действия предполагаемой угрозы в течение всего рассматриваемого времени. При этом Кукушкин обратился с исковым заявлением о расторжении брака только в 2020 году, то есть спустя 2 года после исследуемой переписки. Также с приведенного содержания переписки следует, что Лисина просила об изменении условий договора. Таким образом, из поведения истицы следует, что она считала его действующим. Наконец, Кукушкин обратился в суд с иском о расторжении брака в 2020 году, то есть фактически он реализовал действия, с которым истицы связывают угрозу, приведшую к несвободному формированию ее воли. Таким образом, даже если предположить длящийся характер угрозы расторжением брака стороны Кукушкина, соответствующая угроза в любом случае прекратилась в 2020 году, с момента фактической реализации ответчикам своих действий. При таких обстоятельствах срок исковой давности по данному основанию оспаривания сделки в любом случае следует считать стекшим не позднее 2021 года. При этом, при этом при оспаривании супругом действительности брачного договора или его условий по основанию предусмотренным пунктом 2 статьи 44 Семейного кодекса, срок исковой давности следует исчислять с момента, когда этот супруг узнал или должен был узнать о том, что в результате реализации условий брачного договора он попал в крайне неблагоприятное имущественное положение. Ссылка личная на судебную практику, когда суды связывали момент начала течения срока исковой давности с моментом раздела имущества, осуществляемого по условиям брачного договора, в результате которого сложилась ситуация, свидетельствующая о том, что один супруг полностью лишается права собственности на имущество, которое было нажито супругами в период брака, связана с существованием определенного количества дел, по фактическим обстоятельствам которых начало течения срока давности оказывается связано именно с этим моментом. В то же время законодательство не связывает начало течения срока войсковой давности об испаривании брачного договора исключительно с разделом имущества по условиям брачного договора или расторжением брака, а момент, когда истец узнал или должен был узнать о соответствующих обстоятельствах, в каждом конкретном случае должен определяться индивидуально, исходя из фактических обстоятельств дела. В рассматриваемом случае Лисиной было известно об имущественных последствиях заключения брачного договора в момент его заключения, а именно переход в единоличную собственность Кукушкина в денежных средств на счетах, в силу того, что это было прямо указано в договоре. Была она осведомлена и о дальнейших изменениях в имущественном статусе сторон после приобретения Кукушкиным в 2016 году дорогостоящей квартиры, в которой проживали супруги. Наконец, в переписке 2018 года Лисина характеризует брачный договор как крайне невыгодный для нее, с учетом комплекса имущества, имевшегося на тот момент, что прямо свидетельствует о том, что она полагала свои права нарушенными, а свое имущественное положение крайне неблагоприятным, что и является основанием для оспаривания брачного договора. При таких обстоятельствах момент начала течения срока исковой давности по требованию Лисиной о признании брачного договора недействительным может быть связан с моментом, собственно, заключения брачного договора, фактическое исполнение которого началось непосредственно после его заключения, либо с возникновением обстоятельств, которые истица оценивает как приведшее в крайне неблагоприятное материальное положение. При этом о предполагаемом нарушении своих прав Лисина в любом случае знала не позднее 2018 года, когда ссылалась на данное обстоятельство в переписке с супругом. С учетом этого, исходя из фактических обстоятельств дела, срок исковой давности по данному основанию оспаривания сделки по состоянию на момент предъявления иска в августе 2022 года следует считать пропущенным. Опять же, здесь может учитываться и другая ваша аргументация с приведением соответствующей практики, доктринальных позиций, но в любом случае от вас требовалось представить свою аргументированную позицию. Это то, что касается блока вопросов непосредственно по гражданскому праву. Далее мы переходим к блоку уголовного права. Также здесь представлена та литература, которая была рекомендована спецификацией. Опять же, ее использование и не только указанных источников было оценено в конкретных работах на более высокий балл. И далее мы переходим к третьему направлению. Уголовное право. Также начинаем с задачи, которая была представлена для обучающихся на бакалавриате. Также не буду зачитывать полностью условия задачи. Остановимся на конкретных вопросах. Первый вопрос. Раскройте понятие должностного лица. Имеются ли у Полшкова признаки должностного лица? Обоснуйте свой ответ. Начать следовало, безусловно, с применения использования действующего законодательства тех положений, которые указаны в примечании к статье 285 Уголовного кодекса. Нужно было раскрыть три критерия, которые позволяют отнести то или иное лицо к понятию должностного лица. Первый критерий – это полномочия, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и функции представителя власти. Второе – это время их исполнения, то есть постоянно, временно или по специальному полномочию, и место их исполнения. Соответственно, в государственных органах, органах местного самоправления, в государственных и муниципальных учреждениях и прочее. Далее следовало раскрыть полномочия через рекомендации, которые были даны в пунктах 3 и 5 постановления Пленума Верховного Суда от 16 октября 2009 года номер 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностными полномочиями». Здесь стоит отметить, что, опять же, большинство участников Олимпиады абсолютно верно использовали это постановление в своей аргументации. Соответственно, к исполняющим функции представителя власти следует относить лиц, наделенных правами и обязанностями по осуществлению функций органов законодательной, исполнительной или судебной власти, а также, исходя из содержания примечания к ст. 318 Уголовного кодекса, иных лиц, правоохранительных или контролирующих органов, наделенных установленным в законном порядке распорядительными полномочиями по отношению лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. В данном случае глава местной администрации наделен организационно-распорядительными полномочиями в отношении Ивановых, поскольку полномочен принимать решения, имеющие юридические значения и влекущие определенные юридические последствия. Это касается разрешения на строительство. Наделен он полномочиями постоянно, реализует их в органах местного самоправления. Кроме того, глава местной администрации может являться главой муниципального образования. Может и нет, если это лицо, назначаемое на должность главы местной администрации по контракту, который заключается по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, определяемым уставом муниципального образования. То есть здесь были возможны различные подходы, которые, соответственно, учитывались членами жюри. Отвечая на второй вопрос о уголовно-правовой характеристике действий Полшкова, стоит отметить, что в его действиях имеются все признаки получения взятки. То есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указаны действия входят в служебные полномочия должностного лица. В отношении размера взятки, если мы обратимся к примечанию к статье 290, значительный размер это свыше 25 тысяч рублей, крупный свыше 150 тысяч. Поскольку тут ровно 150 тысяч, если мы обратимся к условиям задачи, то крупным размер не является. Это была довольно распространенная ошибка при решении задачи. Действия, которые Полшков собирался совершить, не являются незаконными. Поэтому признак за незаконные действия вменить ему нельзя. В отношении позиции Полшкова. Если он глава местной администрации, при этом глава муниципального образования, то у него есть признаки специального субъекта по части 4 статьи 290. На это обязательно нужно было обратить внимание, но можно было этот признак в итоговую квалификацию не включать, поскольку однозначный вывод по нему из условий сделать нельзя. Но в любом случае требовалось представить свои рассуждения и свою аргументацию. В отношении вымогательства. Полшков намекал на невозможность получить разрешение без соответствующего вознаграждения, что позволяет ставить вопрос о вымогательстве взятки. В соответствии с пунктом 18 постановления Пленума Верховного Суда от 9 июля 2013 года номер 24 о судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях, под вымогательством следует понимать не только требования должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, сопряженность угрозы совершить действия, которые могут причинить вред законным интересам лица, но и заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов. Например, умышленное нарушение установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан. Здесь можно предположить, что вымогательство имеет место. Если при решении задачи вы так не считали, то нужно было привести соответствующие доводы. Но в любом случае предполагалось, что вопрос о наличии здесь вымогательства должен быть поставлен. Если исходить из наиболее верного с точки зрения составителя заданий варианта квалификации, то предлагался пункт Б, части 5, статьи 290, то есть получение должностным лицом взятки в значительном размере с вымогательством взятки. Также могла быть и квалификация в минимальном объеме по части 2, статьи 290, то есть получение должностным лицом взятки в значительном размере. Тот факт, что деньгами Положков распорядиться не успел, никак не влияет на оконченность его преступления. На это прямо указано в пункте 10 постановления номер 24. При этом не имеет значения, получили ли указанные лица реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными им ценностями по своему усмотрению. Соответственно, здесь вопрос должен решаться вполне однозначно. В данном случае какие встречались ошибки у довольно значительного числа участников? Это вменение одновременно и части 2, и части 5, статьи 290. В данном случае часть 5 будет уже включать в себя признаки части 2. Это будет ошибкой. Второе – это вменение покушения, поскольку есть указание пленума, что здесь взятка является оконченной. И третье – это вменение крупного размера, поскольку это прописано в Головном кодексе. Ну, там указано, что свыше крупный размер – это свыше 150 тысяч. У нас по условиях задачи ровно 150 тысяч, соответственно, этот размер еще не крупный, а значительный. Это то, что касается непосредственно задачи для бакалавриата. И мы переходим к финальной задаче, которая была в блоке магистратура «Специалитет». Также обратимся к трем поставленным вопросам. Раскройте содержание освобождения от уголовной ответственности. Здесь следовало начать с того, что освобождение от уголовной ответственности – это отказ государства от официального осуждения лица, виновного в совершении преступлений на основаниях и условиях, предусмотренных Уголовным кодексом, вследствие снижения степени общественной опасности виновного лица и или совершенного им преступления. В постановлении Пленума Верховного Суда от 27 июня 2013 года номер 19 указано, что освобождение от уголовной ответственности является отказом государства от ее реализации в отношении лица, совершившего преступление. Посредством применения норм главы 11 Главного кодекса реализуются принципы справедливости и гуманизма. Далее должны были перечисляться варианты освобождения от уголовной ответственности, перечисленные в статьях 75 по 78 Уголовного кодекса в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим, возмещением ущерба и прочее, что указано в законодательстве. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, примирением сторон, назначением судебного штрафа и истечением сроков давности уголовного преследования, а также по делам и преступлениям в сфере экономической деятельности осуществляется в форме прекращения уголовного дела и уголовного преследования с обязательным получением на это согласия лица, совершившего преступление. В данном случае вопрос носит теоретический характер и оценивалось знание участника Олимпиады по соответствующему вопросу. То, что касается вопроса номер 2. Имеется ли в действиях Трекова добровольный отказ? Обоснуйте свой ответ. В данном случае содеянное однозначно должно рассматриваться как разбой. Поскольку удар по голове кочергой представляет собой насилие, опасное для жизни и здоровья, то есть способное причинить легкие и средние тяжести или тяжкие вреды здоровью, то здесь можно сделать вполне однозначный вывод. Применен предмет, который используется в качестве оружия. Это кочерга. Пункт 23 постановления Пленума номер 29 гласит Под предметами, используемыми в качестве оружия, понимаются любые материальные объекты, которыми могли быть причинены смерть или вред здоровью потерпевшего. Перечислены перочинный или кухонный нож, топор, а также иные предметы, применение которых создавало реальную опасность для жизни или здоровья потерпевшего. Здесь, соответственно, кочергу мы можем отнести под данный пункт. Под применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, при разбое следует понимать их умышленное использование лицом как для физического воздействия на потерпевшего, так и для психического воздействия на него в виде угрозы применения насилия, опасного для жизни или здоровья. Таким образом, имело место нападение в целях хищения имущества с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия. То есть содеянное подлежит уголовно-правовой оценке по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса «Разбой». Факт того, был ли причинен какой-то вред потерпевшему, значения для квалификации не имеет, потому как применение насилия – это способ, который может влечь, а может и не влечь в последствии в виде вреда здоровья. Из пункта 21 постановления номер 29 следует «По части 1 статьи 162 Уголовного кодекса следует квалифицировать нападение с целью завладения имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья». Соответственно, мы можем применить этот подход. Пункт 6 постановления Пленума Верховного суда от 27 декабря 2002 года номер 29 гласит «Разбой считается оконченным с момента нападения в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Поскольку разбой является юридически оконченным с момента начала нападения, а добровольный отказ возможен только на стадии неоконченного преступления в соответствии с части 1 статьи 31 УК, то добровольный отказ при разбое невозможен». Соответственно, здесь тоже можно сделать вполне очевидный вывод. И отвечая на третий вопрос. Дайте уголовно-правовую характеристику действий Трекова. Обоснуйте свой ответ. С учетом всего вышеизложенного, садейное следует квалифицировать по части 2 статьи 162 УК, как разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия. Преступление окончено с момента нападения. Оказание помощи потерпевшему в данном случае должно рассматриваться как смягчающее обстоятельство, а также в качестве смягчающего обстоятельства следует признать совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств в соответствии с пунктом Д, части 1, статьи 61 УК. Оказание помощи потерпевшему не может служить основанием для освобождения лица от ответственности в силу деятельного раскаяния, так как она содержит требования к категории совершенного преступления – небольшой или средней тяжести. В данном случае совершено тяжкое преступление. Какие встречались ошибки среди выполненных заданий? Первое – это оценка содеянного по фактически причиненному вреду как грабежа, поскольку тут критерий не вред, а возможность причинения, то есть характер примененного насилия. Второе – констатация возможности добровольного отказа, поскольку это разбой, а он уже окончен и отказ, соответственно, невозможен. И третье – констатация возможности освобождения от ответственности по статьям 75 или 76. Категория преступления – именно тяжкое преступление. Этого нам не позволяет. Соответственно, здесь на слайде также представлены те материалы, которые рекомендовалось использовать при подготовке, что не мешало вам использовать и другие доктринальные источники. И, безусловно, их применение в ходе решения позволяло вам получить более высокую оценку. Уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание. Также дополнительно сообщаю, что по всем вопросам вы можете обратиться к организаторам Олимпиады, как на телефон, так и на указанную почту. Если у вас есть вопросы, то я готов ответить. Большое спасибо за внимание. Спасибо за внимание.